Это достаточно серьезно. Вот вам и те переменные, которых много, и о которых я говорил, которые есть здесь в Лимане. Это и погода, и круговые. Я думаю, что на этом гонка для третьей машины закончена. Если еще с поврежденной передней частью, иногда гонщики пытаются вернуться обратно в гонку, оторвав какие-то элементы, добраться до Питвейна. Затем, если не сломано, не оторвано крепление, пытается команда поменять подвеску, и здесь это делается обычно достаточно успешно, после чего машина, пусть и с потерянными кругами, возвращается на трассу, то в случае повреждения задней части такое бывает куда реже, потому что здесь и тяги могут быть повреждены. И мы видим, что еще один прототип там сейчас стоит. И здесь, судя по всему, замедлился монономия. И разбита одна из Тойот также, и разбита Феррари. Разбита одна Тойота и одна Ауди. Вот это поворот, вот это развитие событий сейчас в 82-м Лимане. И это восьмая машина, которая как раз под управлением Николи Лапьера прорывалась вперед, но что же, многие говорили о том, что Тойота здесь будет доминировать, что победа у них почти в кармане, но так говорили, наверное, те, кто достаточно оптимистично оценивал их шансы и мало изучал историю Лимана. Напомню, что две машины у них сошли после возвращения два года назад. Вначале была сильная авария перед Мюльсаном у Энтони Дэвидсона, когда машина взлетела, затем контакт у Накаджимы как раз с Дельта Вингом и потом сход седьмой машины. Из-за проблем с мотором в прошлом году все для Тойота сложилось удачнее, но опять же не без проблем. У седьмой машины тогда были неполадки с топливным насосом. Они в итоге, потеряв семь кругов по отношению к лидерам на финише, финишировали четвертыми. Восьмерка Тойота в прошлом году финишировала на втором месте. И это был четвертый финиш на втором месте для Тойоты в истории японской марки после 94, 98 и 99 года. И сейчас восьмерка Тойота разбита и вся надежда падает на седьмую машину, которую могут еще наказать за опасный выезд Питвейна. Сейчас мы ненадолго прервемся и затем вернемся в прямом эфире на кольцо Сарте. Тойота разбита достаточно серьезно. Вот вам и те переменные, которых много и о которых я говорил, которые есть здесь в Лимане. Это и погода, и круговые. Я думаю, что на этом гонка для третьей машины закончена. Если еще с поврежденной передней частью, иногда гонщики пытаются вернуться обратно в гонку, оторвав какие-то элементы, добраться до Питвейна. Затем, если не сломано, не оторвано крепление, пытается команда поменять подвеску. И здесь это делается обычно достаточно успешно, после чего машина, пусть и с потерянными кругами возвращается на трассу, то в случае повреждения задней части такое бывает куда реже, потому что здесь и тяги могут быть повреждены. И мы видим, что еще один прототип там сейчас стоит. И здесь, судя по всему, замедлился мананомия. И...